Девушки отдыхают На фотографии абсолютно белой заснеженной тундры отчетливо виднелась тонкая серая линия. При увлечении она превращалась в колею тяжелой машины неизвестной конструкции. Гусеничный транспортер прошел в абсолютно непреодолимых, по мнению американских специалистов, местах. С этого момента утверждение о том, что Советы не могут защитить свои северные территории, на всем протяжении границы перестало быть аксиомой. За 10 дней мы прошли тысячи километров таких, которые еще никто нигде и никогда там не проходил. Программа по созданию супервездехода, способного доставить в любую точку СССР тяжелую военную технику, была блестяще выполнена. Я могу поставить на одном звене одну систему вооружения, скажем, чисто танковую, танковую башню, со всеми ее оснащениями. А на заднем звене я могу поставить, скажем, систему, которая борется с вертолетами, с самолетами, то есть защищает эту машину от нападений сводок. Секретное изделие под литером 110. Это военный супервездеход «Витязь», с которым по проходимости может соперничать только вертолет. В «Витязи» уникально практически все. Грузоподъемность более 30 тонн позволяет ему перевозить любые грузы, вплоть до стратегических ядерных ракет по суше и воде. А специальное поворотно-сцепное устройство дает возможность преодолевать вертикальные препятствия высотой более полутора метров. О нелегкой судьбе супервездехода и его создателях сегодня наш фильм. Вертикальный предел 1 августа 1914 года посол Германии Фридрих Куртальц вручил представителю МИД России ноту с объявлением войны. Так Россия вступила в Первую мировую, перевернувшую представление о ведении боевых действий. Огромные расстояния заставляли искать новые способы обеспечения войск всем необходимым. Словно предвидя такое развитие событий, изобретатель Александр Параховьяков представил на рассмотрении Ставки Верховного Главнокомандования Русской Армии проект необычной конструкции. Вездеход. Одноместная машина, благодаря широкой резиновой гусенице, должна была двигаться по бездорожью с фантастической для того времени скоростью 20 км в час. Когда вот в Сибири охотники идут, они же иногда на лыжники идут, а иногда идут на таких специальных сплетенных, грубо говоря, таких досках. Почему? Давление помнижается. То есть лыжники, вот для того, чтобы преодолевать лыжную целину, то есть снежную целину, нужно очень маленькое удельное давление иметь. И это постепенно переходило на машину. То есть вшел взаимный обмен. Но интерес к вездеходу угас, когда выделенная на его доводку сумма в 10 тысяч золотых рублей была превышена почти вдвое. Его разработка была надолго отложена, а для нужд армии впоследствии пришлось копировать иностранные модели. У меня в руках трак. Это часть хорошо известной вам гусеницы. Оказывается, впервые такую или почти такую конструкцию предложил наш соотечественник, штабс-капитан Загрежский. Еще в 1837 году он получил патент на экипаж с плоскозвенчатой металлической гусеницей. Но, увы, чтобы по достоинству оценить подобную конструкцию, в России понадобилось практически 100 лет. 25 ноября 1936 года в Берлине между Германией и Японией был заключен антикоминтерновский пакт, предусматривавший совместные меры борьбы против СССР. Залогом успеха в будущей войне германское командование считало мощную моторизированную армию. Главный акцент был сделан на создании грузовиков и транспортеров повышенной проходимости, способных следовать за танками. 25 сентября 1936 года. Народному комиссару вооружений СССР. Строго секретно. Вермахт заказал специальную машину для десантных операций. Гусеничный транспортер, получивший название Landwasser Schlepper, предназначен для буксировки грузового прицепа амфибии с 20 солдатами и легких артиллерийских систем. Начальник разведупра РКК. Корпус транспортера представлял собой лодку, поэтому Landwasser Schlepper отличался высокой эффективностью на воде. Но на суше эта громоздкая и небронированная конструкция становилась неповоротливой и уязвимой. Немцы вообще занимались разработкой плавающих машин разного типа. И танки, и просто транспортеры. Но все это шло под флагом, еще не было войны с нами, все это шло под флагом высадки в Англию. После отказа от вторжения в Англию и начала войны с Советским Союзом, интерес к плавучей технике в Германии угас. Эстафету в создании плавающих вездеходов подхватили США. 7 декабря 1941 года. Японские самолеты нанесли удар по американской военно-морской базе в Эрл-Харборе. В этот день Соединенные Штаты потеряли более половины Тихоокеанского флота. Так началась война США с Японией. Боевые действия велись в особых условиях. Нужно высаживать десанты на многочисленные острова, которые были заняты японцами. Как в плащ, с винтовкой за спиной, в условиях моря это нельзя. Значит, нужно было какие-то средства. Лодки обычные, тихоходные, незащищенные. И надо дать должное американцу, они с этой задачей справились очень быстро. Появились гусеничные машины, бронированные, с вооружением и без вооружения, которые начали выходить в Сирию. И войска, которые высаживались на острова, высаживались на этих машинах. К концу Второй мировой войны, когда американская армия обладала уже несколькими тысячами плавающих боевых машин, русские солдаты продолжали использовать для переправ подручные средства. Фот шли двери от сараев, плоты и даже плащ-палатки, набитые соломой. Форсирование каждой реки было настоящим подвигом. Эта проблема приобрела особое значение на заключительном этапе войны. Битвы за Берлин, когда войска Второго Белорусского фронта запаздывали с наступлением из-за серьезных затруднений при форсировании Одера. Там пришлось, вот где мы были, форсировать Одер. Он представлял этот Одер, там два рукава, Ост-Одер и Вест-Одер. Между ними пойма была километров, ну может быть два, может полтора, которая весной, она выводила это весной, заливалась водой и была заросшая кустами. Вот, конечно, там погибло очень много солдат. Техника там никакая не могла пройти. Там в основном они шли, солдаты, по грудь в воде, над собой не сели эти автоматы и вооружение и двигались туда, вот к тому рукаву, чтобы переправиться, пока не было переправы. На рядового артиллерии Константина Осколкова форсирование Одера произвело такое сильное впечатление, что это повлияло на всю его дальнейшую жизнь. Осталось чувство вот такого только вот нерешенного, такой проблемы, как передвижение механизированной тягой. Солдат все тащил на себе. По окончании Великой Отечественной и после учебы в Алтайском политехническом институте Константин Осколков начал заниматься разработкой легких бронированных машин для пехоты. В первой его работе удалось уникальным образом совместить высокую скорость и высочайшую проходимость. Главный секрет колесной машины заключался в том, что на непроходимых участках из днища выезжали гусеницы. Несмотря на удачные решения, машина так и не была принята на вооружение. Виктор Алексеевич генерал-лейтенант, не помню фамилию, но он мне четко сказал, что, ну, понимаешь, в чем дело? Говорит, только что приняли так долго, работали и приняли вот этот БМП, и теперь вашу машину вот эту. Ну, кто пойдет в правительство передокладывать, что мы вот неправильно, давайте вместо той делать вот это. Но оригинальный подход к конструированию военной техники был замечен и оценен по достоинству. Вскоре молодой талантливый конструктор был вовлечен в события государственной важности. 25 сентября 1949 года. Москва. Сообщение советского правительства. Президент США Трумэн объявил, что по данным правительства США в СССР произошел атомный взрыв. В связи с этим ТАСС уполномочен сообщить следующее. В Советском Союзе ведется крупномасштабное строительство, которое сопровождается активными взрывными работами. Однако скрыть факт испытания 29 августа первой советской атомной бомбы было уже невозможно. В пустынных и труднодоступных районах стали появляться секретные полигоны, институты и заводы, которые должны были решить стратегически важную проблему серийного производства атомного оружия. Иосиф Сталин поставил перед промышленностью задачу. Срочно создать большегрузные литиходы, без которых подобное строительство было просто невозможно. Сталин в тот период не сказал, что конкретно сделать данную машину, а задачи-то ставились в общем, то есть именно решить транспортные проблемы в условиях тяжелодоступной местности. Новый вездеход необходимо было создать с чистого листа. И сложное техническое задание заставляло искать нестандартные ходы. Так, спустя полвека, конструкторы наконец-то обратили внимание на достижение пары Ковщикова. Расчеты показали, что благодаря широкой резиновой гусенице, машина весом в несколько десятков тонн может оказывать давление на грунт меньше, чем человека. Именно в тот период формировался, будем говорить, это развиваться, получило, начало формироваться, будем говорить, наши стратегические ядерные силы, то есть разрабатываются различные ракетные системы, стратегического назначения, оперативно-тактического. И в тот период под эти системы интенсивно начали разрабатываться различные техник. Она не только гусеничная, но и колесная. Перевозка неделимых длинномерных грузов, как тогда ракеты называли в документах, стала для создателей вездеходов приоритетной задачей. Но уже первые исследования показали, что классические гусеничные машины для этих целей не подходят. Удлинение корпуса, необходимое для размещения ракет, приводило к резкой потере маневренности. Требовался совершенно новый подход. Однозвенная машина, ее увеличить нельзя в длину, потому что она не будет поворачиваться. Шире ее сделать нельзя, потому что она не становится на платформу, на железнодорожный габарит. Там платформу не пропускают, там какая-то еще есть туннель, есть швейцарский, был рисунок сделанный, что вот это вот братья, я не помню, кто они такие, сделали сочлененный танк. То есть из двух танков. Статья, попавшая в поле зрения Константина Осколкова, была посвящена танку братья Форсайт из США. Машина состояла из двух частей, которые могли двигаться в трех плоскостях относительно друг друга. Через специальный привод усилие передавалось на второе звено, и таким образом проходимость увеличивалась в два раза. В условиях реальных боевых действий это означало, что из боя такой танк мог выйти даже на единственный уцелевший гусениц. Советские военные поначалу не воспринимали такую идею всерьез, предпочитая традиционные разработки. Они нам задали как раз не такую машину, они гоняли там этот формост канадский, восьмитонный. Я посмотрел, как он не может в обыкновенную такую вот кувет, канавку перейти. Я еще раз убедился, что это не годится нам такая схема. Потому что мы должны ходить по бездорожью, все, и мы отвергли ее. И потом стоило больших трудов повернуть психологию, и вот всю концепцию в институте, в ней 21. Они же базовой машиной считали седельный вариант. Безо всех конфликтов, безо всего мы путем своих теоретических всевозможных доводов, практических работ по испытаниям, мы убедили их и вышли вот на эту схему. Так началось рождение вездехода, который впоследствии получил имя «Витязь». Одной из главных проблем на пути конструктора стало создание поворотно-цепного устройства, которое обеспечивало бы распределение усилий между двумя модулями и передавало бы тягу на второе звено. Разработка только этого узла заняла два года. До сих пор конструкция поворотно-цепного устройства является российским ноу-хау. Ну, любая украинская работа, она секретная. И, в общем-то, и в том числе наша работа была секретная. Поэтому в свое время под каждый новый образец, который создавался, писалась легенда. Ну, там геологическая машина, еще какая-нибудь такая. «Витязь», весивший 30 тонн, имел возможность перевозить крупноговоритный груз, равный собственному весу, в условиях полного бездорожья. Однако водные преграды были для него пока недоступны. Уникальное поворотно-цепное устройство придает транспортеру свойства пресмыкающегося. Благодаря ему такой вездеход может не только поворачивать, но и кренить свои модули относительно друг друга, преодолевая таким образом каменистые осыпи, завалы и даже четырехметровые рвы. Подобными фантастическими свойствами не обладает ни одна боевая машина в мире. Перед Константином Осколковым и другими конструкторами была поставлена новая задача – разработать плавающий вариант вездехода. Научить плавать многотонную машину, не ухудшая наземную проходимость, оказалось нелегко. Это был очень нехороший момент. Я считаю, что нам, видимо, судьба помогла. Этот момент был трагичный момент. И кончиться он мог, как говорят, очень плохо. И вот мы стояли на носу, корабль большой, может высота вот как до этого завязки. Сверху смотрим. Первая машина заранее была поставлена, чтобы она носом выходила, передом. И вот она пошла, 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 потихоньку, потихоньку, сразу вот так наклонилась. И окна ушли под воду. Ушли под воду, потом крыша, потом за крышей, и все туда дальше, и идет, и идет. Я думаю, ну что, все. Страшно было, когда уже надежды практически никакой. Только единственное было, что выходит из диффузоров еще газы, что двигатель работает. Раз работает, значит, еще не все потеря. И потом на раз и всплыла. В 1971 году начались ходовые испытания экспериментальной машины. Они показали, что для нее просто не существует препятствий. Теперь ядерные ракеты могли быть доставлены в любую точку СССР. 16 июня 1971 года. Вашингтон, округ Колумбия. Министру обороны США. В СССР осуществляются испытания новейшего плавающего вездехода, способного двигаться по любому бездорожью со скоростью до 50 км в час. Директор разведывательного управления Министерства обороны США. Трудно представить, но в начале 70-х у «Витязя» нашлись серьезные недоброжелатели в военном ведомстве. К тому времени советская армия располагала несколькими образцами очень удачных колесных и гусеничных шасси, выпускавшихся серийно. Развертывание производства новой машины требовало строительства специального завода. И Министерство обороны все время оттягивало принятие решения. Противников были, конечно, но фамилии я не могу назвать таких ярых чересчур. Просто скепки были. Кто верил, кто не верил, что машина такая, можно создать. Главный конструктор Константин Осколков добился того, чтобы вопрос был рассмотрен на заседании Военно-промышленной комиссии Совета Министров СССР, которую возглавлял Леонид Смирнов. Весомым аргументом в пользу «Витязя» стал документальный фильм, снятый во время испытаний. Сегодня у вас есть уникальная возможность увидеть эти когда-то секретные карты. Транспортер ДТ-20П уверенно эвакуирует средний танк, застрявший в заснеженной воронке. Фильм имел ошеломляющий успех. Особенное впечатление он произвел на эмоционального заместителя председателя Совета Министров СССР Вениамина Дымшица. По ходу фильма Дымшиц сидел и прямо, ну, был взволнован, видать, у него такие эмоции были яркие. Он подскакивал и прямо говорил, ну, невероятно, ну, невозможно, фантастично. Потом, когда фильм кончился, он прямо смирно говорит, ну, вот, ну, дайте хоть одну машину. Вот у нас сейчас нефтепровод горит, мы до него полмесяца добраться не можем. Мы тут же за одни сутки там. Решение о строительстве завода в Ишимбае было принято немедленно. Недостающие деньги на него выделили нефтяники. Предприятие было построено всего за 4 года. Но когда в 1981 году была изготовлена первая машина, оказалось, армии «Витязь» был не нужен. Все вездеходы, закупленные для вооруженных сил, поступали в дальние круга и ставились на хранение. Наше министерство было просто не заинтересовано в работе над этими машинами, так как это машины не боевые, а машины транспортные. Там стоял вопрос очень жестко танков. Несмотря на прохладное отношение руководителей военного ведомства, конструкторы продолжали разрабатывать многочисленные варианты боевого использования винтихода по собственной инициативе. Некоторые из них не потеряли актуальности и сегодня. Наш институт СНИТОЧМАШ, Министерство нашей оборонной промышленности, они разработали на уровне технического предложения установку 152-миллиметровой гаубицы. Или, например, Яковлевское бюро предлагало, давайте мы на ваших машинах вместо аэродромов подскока до заправочной площадки. Неплавающая машина разворачивается на болоте, в любом месте, на местности. Посадочную площадку, самолет с вертикальным взлетом садится, а тут рядом стоит цистерна, машина заправилась и полетел дальше. Но армия упорно не желала видеть в ВИДИСе боевую машину. В то время как гражданская судьба вездехода складывалась просто триумфально. Он установил недосягаемые стандарты проходимости. ВИДИС успешно применялся при строительстве нефтепроводов в Казахстане. В геолого-разведке на Чукотке работал в экспедициях на Крайнем Севере и в Антарктиде. В 1986 году, доведя уникальную машину до серийного производства, Константин Осколков завершил главное дело своей жизни и в 63 года ушел на заслуженный отдых. Государство оценило его труд высшей наградой, орденом Ленина. Но мало кто знал, что ради этого дела он когда-то бросил родной город, оставил всех друзей и потерял любимую дочь. Но в 1986 году и сам Константин Владимирович еще не знал, что судьба уже приготовила ему новое испытание. 7 декабря 1988 года Михаил Горбачев в обращении к Организации Объединенных Наций объявил о существенном сокращении советских вооруженных сил и расходов на оборону. В обиходе советского УПК появилось страшное слово «конверсия». Эти драматические события в стране едва не поставили точку на существование Ишимбайского завода. Уникальные предприятия пытались перепрофилировать на выпуск чугунных печек. С огромным трудом удалось отстоять линию по производству «Витязев». Но его выпуск был значительно сокращен. Сочиненная гусеничная машина стала настолько востребованной, что во многих странах пытаются ее создать. Вот, скажем, после показа на Сингапурской выставке, в Сингапуре появился двузвенный транспортер. Соответственно, и в США, и в европейских странах, ну, в Швеции, Финляндии, в первую очередь, ведутся работы по совершенствованию, развитию сочиненных машин. И может настать момент, когда уже начнутся необратимые процессы. То есть вот то удачнейшее конструктивное решение, которое мы сейчас держим в руках, может уйти в сторону. И уже даже обильное финансирование вряд ли спасет ситуацию. Гром грянул в 1995 году, когда из-за весенней Распутицы группировка российских войск в Теченской Республике оказалась полностью парализованной. Единственными машинами, способными выполнять боевые задачи в таких условиях, были «Витязь». В спешном порядке их перебросили из ленинградского военного округа. Во время боевой эксплуатации выяснились качества машины, о которых никто даже не подозревал. Благодаря конструкции и широкой гусенице давление, удельное на грунт, очень мало. Вплоть до того, что эта машина не боится обычной стандартной противотанковой мины. Она просто не вызывает ее детонации и проходит сверху нее, не пострадав. В 2002 году, учитывая успешный опыт боевого применения, Министерство обороны объявило о разработке боевой машины, получившей шифр «Вездесущий». Она представляет собой модернизированную версию «Витязи». Дело прославленного конструктора двухзвенного вездехода Константина Осколкова сегодня продолжает его внук, офицер НИИ-21 автомобильной техники Министерства обороны Денис Винников. Данный модернизированный гусениный образец ЗТ-10П оснащен броневой локальной защитой, которая предназначена для сохранения жизни личного состава, который находится в этой машине. На «Вездесущем» возможна установка разных систем вооружений, вплоть до мощного танкового орудия и комплекса ПВО, что делает его грозной боевой машиной. Вред приносишь ты, если хвалишь, но еще больше вреда, если порицаешь то, в чем мало смыслишь. Это высказывание как нельзя лучше подходит к ситуации, которая сложилась вокруг двузвенного вездехода «Витязь». Этот супервездеход не случайно появился в самой большой и в самой богатой полезными ископаемыми стране. Вряд ли нужно кому-то объяснять, что две трети территории России являются труднодоступными, а порой непроходимыми и нуждаются не только в освоении, но и в серьезной защите. 26 декабря 2004 года. Страшное цунами обрушилось сразу на десяток стран Юго-Восточной Азии, принеся неисчислимые жертвы и разрушения. Завалы сделали невозможным доставку гуманитарных грузов, воды и пищи. Есть единственная машина, способная двигаться в таких условиях. Это «Витязь», который уже успешно применялся при ликвидации последствий наводнений в Дагестане. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok